Доброе утро! У летних солнечных ванн есть масса положительных плюсов. Во-первых, вырабатывается витамин D, повышается уровень серотонина и улучшается иммунитет. К тому же, загар это очень красиво. Но чтобы загар был не вреден, а полезен, нужно знать некоторые советы, о которых сегодня расскажем в нашей программе. Про пользу и вред загара нам сегодня расскажет врач-терматолог-косметолог Сафарова Наталья. Доброе утро! Доброе утро! Почему появляется загар и солнечные ожоги и чем они опасны? Загар у нас появляется это воздействие ультрафиолетовых лучей на верхний слой эпидермиса, на клетки, на меланоциты, которые у нас вырабатывают пигмент под названием меланин. То есть это является защитной реакцией на ультрафиолетовое облучение. И в зависимости того, какое количество у каждого человека с определенным типом кожи в организме, какое количество меланоцитов, вот, то в зависимости такой у нас будет, как бы, оттенок на коже после пребывания на солнце. Представляю следующие фототипы кожи. Первый – это кельтский тип, голубые глаза, рыжие волосы, очень светлая кожа, много веснушек. Второй тип – это светлоевропейские, это голубые, серые, зеленые глаза, цвет волос от блонда до светлокаштанового, светлая кожа. Третий тип – это темнокожий, среднеевропейский, цвет глаз от светло-серого до карьего, цвет волос от темно-русого до каштанового, кожа немного смуглая. Четвертый тип – это среднеазиатский, это карие глаза, это каштановые волосы и кожа оливковая, смуглая. Пятый тип – это средневосточный, это темные глаза, это темные волосы, очень смуглая кожа. И шестой тип – это африканский, то есть черные волосы, черные глаза и очень темная кожа. Почему у всех разная способность к загару? Одни моментально загорают, другие моментально сгорают. Почему так происходит? Все это будет зависеть от фототипа кожи, который мы уже обсудили. Есть мнение, что загар улучшает кожу с акне. Это миф или правда? В период угревой болезни длительно пребывать на солнце и вообще пребывать на солнце категорически запрещено, так как это может привести к обострению данного заболевания. Но в период ремиссии, в постакне, при соблюдении ряда правил, таких как нанесение солнцезащитных кремов не менее 50, ношение головного упора и ношение солнцезащитных очков, одежды с длинным рукавом, можно, конечно, избежать всех обострений и пребывать на солнышке, но в дозированном, в дозированное количество и в определенное время. Это до 10 утра и после 16.00. Люди говорят, что нужно загорать дольше, потому что так вырабатывается больше витамина D. Вот это правда или нет? Конечно же нет, так как длительное пребывание на солнце чревато солнечными ожогами и еще одним грозным осложнением это рак кожи меланома. Но при дозированном пребывании на солнце и соблюдении всех правил солнцезащиты, конечно же, это способствует также как и выработке витамина D, также и выработке гормонов счастья серотонина, улучшается настроение и мы получаем красивый оттенок кожи. Давайте еще раз обобщим, что все-таки делать, чтобы не обгореть и оставаться здоровыми и получить красивый излагар. Есть определенные правила, это не находиться в период активного солнца на улице, это с 10 до 16.00, также носить хлопчатобумажную одежду с длинным рукавом, носить головные уборы, солнцезащитные очки и, конечно же, наносить солнцезащитные крема не менее 50 солнцезащитным фактором. Если мы длительно, допустим, будем находиться в планах на длительное пребывание на солнышке, на том же самом пляже, то носить солнцезащитные крема необходимо каждые два часа. Но если мы искупались, мы запотели, приняли душ, то, конечно же, каждый раз нам необходимо прибегнуть к использованию солнцезащитных средств. Есть мнение, что SPF крем приводит к раку кожи. Это миф или правда? Конечно же нет, так как наоборот солнцезащитный крем будет помогать нашей коже в защите от ультрафиолетовых лучей. Я прочитала в интернете, что загар и некоторые лекарственные средства между собой связаны. Вот как, расскажите. Действительно так оно и есть, так как некоторые лекарственные средства обладают фотосенсибилизацией, то есть они накапливаются в верхних слоях кожи и тем самым вызывают пигментацию. Какие лекарства опасны при загаре? Это некоторые антибиотики, БАДы, антидепрессанты, мочегонные, противорвотные, гипотензивные средства, а также ряд других лекарственных препаратов. Поэтому, если вы принимаете данные лекарства, необходимо всегда прочитать инструкцию, где будет это все обозначено, что они являются фотосенсибилизирующими средствами. Огромное вам спасибо! Будьте здоровы! Сегодня мы узнали, чем полезен и вреден загар и о том, как правильно загорать. Соблюдайте эти советы, а также берегите себя и будьте здоровы!